россия может кирдыкнуться потерпеть военное поражение уже в этом двадцать четвертом году постоянно последнего и надо и мне на это тип в комментариях пишет записал это твое видео через год я покажу ну тебя носом объясняю я говорю о высокой вероятности до того что это случится конечно никто не способен я не авгур не пророк не ясновидующий вообще в них не верю и то есть человечество не способно просчитать там даже не за движение конкретной молекулы в стакане воды со всеми своими вычислительными мощностями а тут у нас 8 миллиардов народу гацая там каждый чем-то своим занимается там байны там трампы там путин и там еще что-то это конечно невозможно можно говорить о тенденциях и конечно я ошибаюсь да допустим я говорил что в двадцать третьем году я рассчитывал на то что когда мы это оружие выдадут которая нам заявляет что мы дойдем до азовского моря еще в том году нам просто не дали оружие да и все эти планы похренелись мягко говоря давно невозможешь предсказать что тоже оружие когда у тебя сказали что дадут а его бац они дали или вот как сейчас мы полгода сидели 7 месяцев с октября ждали этого вооружения американского слава богу сейчас подписали на так вот но я целенаправленно абсолютно сознательно говорю людям о том показывают те положительные моменты положительные перспективы которые украинской армии придают сил а у российской армии забирают почему я так делаю потому что я вижу абсолютно полную аналогию в процессе войны украины с российской федерации в том как ну как бросание курить скажем да то есть ты пытаешься избавить себя от пагубной какой-то зависимости данном случае украина шну объективно там 350 лет были в одном государстве российская империя советский союз там на вместе с россией это ж было никуда ты не денешься то есть но это как вот ты как курящий человек десятилетиями курил вот я бросил курить десятилетиями курил какой-то момент ты понимаешь что тебе эта зависимость от курения или от российской федерации она просто во вред во вред такой который тебя уничтожают убивают и стирают тебя с лица земли и ты решаешь бросить курить ну или ты решаешь как государство как украина как нынько-редненько что надо уже с этой российской федерации россии прекращать связи да но когда ты почему так тяжело бросить курить почему это что мне помогло бросить курить то есть когда ты начинаешь бросать курить я десятки сотни наверное раз пытался это сделать то есть все время начинается вот этот приступ жуткий курение, когда ты готова убить за сигареты и ты в этот момент думаешь, я никогда в жизни не вынесу такого давления все равно дальше будет только хуже и ты сдаешься и начинаешь курить и помогло мне в этом случае просто то, что один человек мой отец, он мне там где-то высчитал что эти приступы, они кратковременные и это надо их перетерпеть и через время они будут ослабевать, ослабевать и в конечном итоге и это сработало то есть когда ты держишь в голове вот этот момент, что этот приступ, который жуткий страшный, он не может быть вечным он ослабляется и энергии не хватит и помогло я уже лет 5, я единственный сейчас в подразделении человек, который не курит, во всем подразделении я один единственный, кто не курит да так вот с Россией то же самое, зависимость Украины то есть, ну легко сдаться там и сказать, ой блин, ну ладно, ну 300 лет уже там жили, ну пускай еще там пару лет Россия легче, когда тобой правят да, когда тебе не надо ничего я помню в Советский Союз, говорят, а что ты лезешь, что ты думаешь, там люди поумнее нас сидят наверху, они решат ну там, это просто потом, когда повсерсле становишься, ты понимаешь, что нифига они там не поумнее понаглее, по, ну, по, как там ну точно не поумнее да, так вот о чем я говорю я целенаправленно, должен быть какой-то человек который объяснит, что так не навсегда вот эти приступы дикие, жуткие, страшные там, мы сейчас воюем, да, погибаем там, умираем терпим там лишения какие-то страшные, то есть, и кажется, что так будет вечно, должен быть человек, который скажет нет, это не навсегда, и должен быть человек, который должен тебе показать, смотри, у тебя уже, ну вот, как, бросаешь ты курить и кто-то тебе должен сказать, смотри, ты уже не встаешь ночью курить, да, раньше ты вставал курить а вот две недели прошло, и тебя уже это не мучает, а вот смотри там понимаете, о чем я говорю? то есть, я целенаправленно именно такие моменты выискиваю я там по своему опыту знаю, что протерпел две недели не курящим, ни одной сигареты и потом уже эти приступы гораздо легче становятся, но я уже знаю, я уже бросал курить она себе это прочувствовала но люди, которые этого не знают, они, ну им кажется, что это будет вечно, и будет только ухудшаться и это, ну, опускаешь руки при этом, я сколько раз пытался бросить курить и не получалось, да, именно из-за того то есть, я целенаправленно именно смотрите, подходит F-16 подходит GLSDB, мы начинали эту войну там со стингерами и джавелинами, а сейчас у нас уже там леопарды, гепарды там да, то есть, смотрите на это все, обращайте внимание, понимайте что половину армии мы этой российской уже перебили, самые так элиты там, все эти 90-е там сейчас у нас, против нас хлам какой-то у нас идет, то есть, я целенаправленно это говорю, сколько, мне понадобилось две недели, чтобы облегчение началось чувствоваться от того, что никотин оставлял начал оставлять свои позиции, да кому-то может два месяца понадобилось для того чтобы почувствовать облегчение от того, что ты уже не куришь, да, что уже легче тебе без сигарет обходиться, точно так и я сейчас говорю, но тенденция однозначно, то есть сто процентов от бросания курить никто не умирал, но я не знаю, если ты там не 90-летний дед, тогда можешь там и от такого стресса и загнешься да, от перемен в метаболизме но и ровно то же самое я говорю сейчас, то есть может месяц понадобится для того, чтобы то есть я думаю, что в этом году мы добьем Российскую Федерацию, а может в следующем году